Ребят, всем привет! Сегодня, смотрите, у меня видеоотзыв. Мы сейчас звоним моему ученику Антону. Антон пришел ко мне и на арбитраж по Китаю, и на сопровождение по Private Label. Поэтому он сегодня расскажет свою историю. Я думаю, будет вам очень интересно. Готов? Я здесь? Да, да, да. Да, все, звук идет, я проверил. Так, ты мне надо... Ну да, да, я сейчас делаю организатором. Ты хочешь, чтобы я что сказал? Ну, просто своими словами, как ты пришел на Marketplace, и какая твоя история? Ну, то есть, какой до этого был опыт, как на Амазоне? Там же у тебя Амазон, ты и арбитраж, получается, прошел обучение, запустил по арбитражу, и по Private Label. То есть, вот это весь порядок, как бы людям-то тоже интересно, знаешь, на заднем плане, как что было. Я понял тебя. Да, да, я понял, например, что ты хочешь. Так, сейчас я... Ну, я начал работать на Marketplace в России сначала, наверное, около двух лет назад. Я понял, что я всю жизнь работая наемным менеджером, в определенный момент захотелось больше свободы. И, в принципе, я люблю заниматься тем, что вот мне интересно, увлекся и стал заниматься Marketplace сначала в России торговать на Wildberries. За два года прошел весь путь, совершив все возможные ошибки, потому что разбирался во всем сам, без наставника. Я понял, что в результате, конечно, уже все получается, но вопрос того, что этот опыт, он достаточно часто обходится в копеечку. Приходится за него платить. И вот не так давно, наверное, может быть, полгода назад, появилось желание, или как-то я почувствовал, что, ну, с учетом всей экономической ситуации, наверное, нужно как-то диверсифицировать бизнес. И выходить, да, выходить на более глобальный уровень для того, чтобы зарабатывать, ну, в рублях, ну, в долларах, например. И появилась идея выйти на Амазон. Ну, в этот раз я уже решил, что все-таки нужно обратиться к наставнику, наверное, да, не идти опять путем вот этим тернистым проб и ошибок, а все сделать уже по уму. Ну, потому что вот любой проект, когда запускаешь, то вот как бы три вещи нужны, да, это ресурсы, ну, деньги, средства для этого. Нужна решимость, какое-то желание, да, мотивация. А третье – это нужно просто знание, опыт, навыки, да, вот это самое важное, потому что для того, чтобы приобрести этот опыт и знание, очень много времени на это уходит, и очень много денег, и так далее. Поэтому, когда ты работаешь с наставником, ты эти знания уже, этот опыт уже кем-то пройденный, кем-то пройденный этап, и ты их, ты эти знания получаешь, да, это очень важно и очень ценно. Вот. И я вот начал с Семеном работать как с наставником, да, и два курса я прошел, это онлайн арбитраж и private label. Ну, что могу сказать по поводу онлайн арбитража, у Семена очень круто, очень удобно сделано, это видео уроки. Я сначала как-то у меня был какой-то скепсис относительно этого, какие-то просто видеоролики тебе присылают, а потом понял, что это очень удобно. Во-первых, у Семена очень структурировано они сделаны, очень просто, там прям все по полочкам разложено, просто повторяешь и понятно, да. Поэтому вообще не было проблем с онлайн арбитражом, получилось выйти достаточно быстро. Во-первых, все процессы, связанные с заведением аккаунта, с регистрацией, созданием шипментов, там это все очень здорово описано, рассказывается на примерах, показано. В общем, вообще очень мне понравилось, очень удобно. А еще видео, вот эти уроки, они тем удобны, что в любой момент ты можешь остановить, пересмотреть, что-то непонятно, забыл нажать какую-то кнопку, всегда можешь вернуться, посмотреть и поправить. Вот. И достаточно быстро у меня стало получаться, я стал что-то через, по стратегии на арбитража пробовать продавать, что-то стало продаваться, понял, что это вообще несложно выйти на Амазон из России. В принципе, здесь только уже даже просто зависит дальше от того, какие ресурсы, какое время ты в это вкладываешь и какой приоритет ты этому отдаешь. Чем больше приоритет, чем больше времени ты выделяешь, тем больше у тебя начинает получаться. Да. А по поводу, и как бы вообще пропал какой-то вот страх неизвестности, да, то, что ты выходишь на Амазон, на какую-то международную площадку, начинаешь там торговать, начинаешь товары из Китая туда отправлять. Вообще вот появилась уверенность, и дальше стал заниматься онлайн, ну, прошу прощения, стал заниматься private label, под private label готовить. То есть тоже, здесь тоже достаточно непросто, да, с учетом того, что санкции, с учетом того, что для того, чтобы работать по стратегии private label, нужна компания американская, нужны банковские счета и так далее. Здесь, спасибо Семену, потому что он помог и все, дал необходимые контакты, информацию, советы. И, в общем-то, хотя это было непросто, но тем не менее, мы все сделали. Да, да. Там был пионер, я помню, в начале счета у вас открыли, не тот, да, у вас не было долларового счета, да, вы потом ему пионер написали. Да, у нас, во-первых, мы попали как раз на такое, так, что до какого-то момента еще в Меркури открывали россиянам счета. Да, да, да. А мы попали на этот момент, когда они это дело перестали, то есть мы очень много времени потеряли, пытались разными способами завести счет в Меркури, и все-таки у нас так это и не вышло. Потратили много времени, но потом вот разобрались и сделали счет, сделали пионер, да, не было. Пионер открыли, но тоже непросто, без долларового счета, но попереписывались поддержкой. Так, все-таки, в общем, в итоге все получилось. Пока, слава богу. Сейчас вот на стадии разработки товара под private label. Да, сейчас, когда так же ты уже там найдешь какие-то товары, мы можем так же с тобой созвониться, разобрать, то есть подскажу вам. Спасибо большое за видеоотзыв. Если есть какие-то еще слова, можешь добавить там, либо уже там так оставим. Я бы еще вот что хотел отметить, что у тебя, Семен, я вижу, у тебя такой вот, во-первых, я вижу, что ты сам этим очень увлечен, и ты всегда новые какие-то находишь инновации, что ли, да, то есть я вот смотрю твои ролики, я тут чат GPT. Да, 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 прикольная тема. Стал активно использовать, да, стал активно использовать чат GPT. Во-первых, он мне все написал, даже там для Wildberries все сделал SEO карточек, да. А сейчас, когда, когда делал, изучал товары там под онлайн-арбитраж, запустил чат GPT, чтобы он товары выбирал, там, сравнивал по количеству отзывов, по, что конкретно там, что конкретно улучшить можно, на что больше жалуются, вообще суперудобно. Спасибо тебе, что ты такие штуки интересные находишь и делишься. Да, да, они как упрощают, так, работу, блин, я тоже с этим чат GPT, блин, прям, как помощник мой, знаешь, такой дополнительный, даже не просто с Амазоном, просто что-то вот мне надо найти, я уже пошел к нему, там, записал, он же к интернету теперь подключается. Да, я тоже поставил этот плагин, он ответы на отзывы очень круто пишет. Да. Вообще незаменимый. Особенно, когда с английским, ну, блин, еще не так хорошо знаешь, он прям, он же мне разблокировал аккаунт, там у меня есть видео, где GPT мне разблокировал аккаунт, то есть у меня блокировка там на бренд-регистри. Я в GPT скинул текст, и он потом мне ответил, что надо было на Амазон, и разблокировал мне аккаунт еще. Удобная вещь. Да, Антон, пропадает, да, пропал звук вроде, или нет? Нет, все, слушаю, все. Да, все тогда, спасибо тогда большое. Тебе спасибо. Хорошо, связи тогда. Сlaimed-ка. X-ian.